Девочки, всем привет! Доброе утро! Сегодня встала. Вот сразу включила камеру, чтобы с вами вместе начать делать уход и потом собираться. Уже очистила кожу. Вот такой вот с каткой показывала белорусская. Очень нравится, да? Вот сейчас хочу нанести патчи и масочку. Патчи у меня вот такие вот. Пока всё наношу. Можно будет вместе и поболтать. Какие сегодня планы? Планы сегодня... Сейчас хочу сбегать в Ревгош, потому что там мне нужна метелярка. Слушайте, они такие патчи скользкие. Я их как наношу? Смотрите, я их наношу прямо вот ближе сюда, к внутреннему уголку глаза, потому что в основном вот здесь вот такие какие-то, если есть припухлости, синева, да? Синички какие-то. Очень много жидкости. Остатки жидкости я разношу на морщинки, где есть. Хочу, значит, сбегать в Ревгош. Сейчас вторую патчу достану. И тоже налеплю. Так вот. Зайти. Мне нужна мицеллярка в Ревгоше и... Ну, короче, мицеллярка. Хочу купить двухфазную с маслами для водостойкой туши, макияжа и просто мицеллярку. Гарнир, который вот этот вот... С утра ещё не могу выговорить. Ну, чё. Сейчас наведём красоту. Много по... Кстати, вот эти вот патчи, что могу про них сказать? Сейчас ещё пока вот использую всё их, да? Но они какой-то у меня эффект такой дают. Они, когда начинают прилепляться, они начинают немножко как бы... Это что, покалывать. Как-то вот... Как-то я их чувствую. То есть оно такое какое-то нежжение, а какое-то... С теми патчами, которые... Гнездо. Птичье гнездо-то. Вот было по-другому. Я их вообще не ощущала. А эти прям... Что-то вот как-то я их ощущаю. Они прям как будто прям... Действительно что-то там делают, разглаживают. Не знаю. То есть... Как бы... Ну вот... В принципе, неплохие. Присмотритесь. Купила, кстати, недавно, рассказывала я вам. Вот эти вот марки... Вот эти вот марки. Деко. Спонж из коньяку. Вот такой вот спонжик. Знаете, пока еще ничего не поняла. Тестирую. Потому что... Когда у меня были губки специальные, да, которые вот маски смывают, они прям... Чувствовалось, что прям они... так хорошо протирают, смывают. Или такой какой-то гладенький. Ну, вроде бы смывается нормально, но насколько там он действительно делает свою работу, не знаю. Пока что пользуюсь. Двоякое такое мнение вообще. Вот. Недавно купила такую штучку, хотела вам показать. Горячий скраб. Марка Фитнес. Фитнес Боди. Антицеллюлитный горячий скраб. Новинка ихняя. Флоресан. Марка. С маслом перца, корицы, кофеином и водорослями. Для уменьшения жировых отложений. Такая вот она... Водя большая. Белая такая вот жидкость. Ну, короче, здесь надо во время ванных процедур. Что делать? Нанести скраб на влажную кожу, тело, интенсивными рукавами массирующими движениями, уделяясь от внимания проблемам зонам. Но проблема у меня зоны – это живот. Вот у меня тип яблока. И поэтому у меня все всегда идут, в первую очередь, отложения на живот. Вот такая вот мавиночка у меня. И хочу сейчас нанести масочку очищающую. Сейчас нанесем. Ну, все, нанесла масочку. Подожду 30 минут. И как раз с патчами 30 минут я хожу с патчами 20-30 минут. И маску как раз. Очистим кожу. И потом с вами будем вместе собираться. Значит, надо сходить в Ревгош. В одной хочу зайти в один магазин домашний. Я вчера там была. Покупала там, купила нож. И присмотрела там вилки, ножи, вилки, ложки. Ну, все для дома продается. Там посуда. Вот, полотенчики. Вот ванна обновила. Висит моя красивая полотенчика. Теперь у меня все в одном цвете, в одном стиле. Ну, все. Начинается наш новый влог. Ну, все, девчонки. Смыла я маску. Сняла патчи. Вымыла уже голову. И сделала уход на лицо. На глазки нанесла. Любри Дэм. Нравится он мне. С черникой. Так пахнет черникой. Увлажняет хорошо. Конечно, там не разглаживает морщины. Что аж молодая на 20 лет стала. Ну, работу свою делает за свои денежки. Продается в аптеке. А перед этим нанесла тоник в свой Мезо. Тоник у меня уже все заканчивает. В пустые баночки пойдет. Скоро, кстати, отсниму видео про пустые баночки. Накопилось очень много. Так что будем с вами сидеть, попивать чаек. И расскажу свои отзывы по поводу пустых баночек. Что понравилось, что нет. И также из Сайхерба Дерма Е с витамином С, здесь сером, нанесла на лицо. Ну, и не забыла, конечно, про губки. Мой кармакс увлажнять. Губы сейчас очень сильно сохнут, потому что зима. Сейчас пойду, приведу себя в порядок. Сделаю майкап. Посушу волосы. И к вам вернусь уже в готовом виде. Ну, все, девочки, собралась я. Вот мой сегодняшний, так сказать, аутфит уложилась с новой стрижкой. Чем я сегодня красилась? Всегда наношу тональную основу спонжем. Спонжем. Вот такой вот катрис тональная основа была у меня сегодня. Подглазки. Ну, спонжик мой в бьюти бар. По глазке я наносила Сайхёрба Скинфуд. У них есть вот такая вот штучка. Неплохая, кстати, рекомендую. Она хорошо маскирует синяки и какие-то вот изъяны. Она достаточно такая персиковая, поэтому классно маскирует. И увлажняет заодно. Кстати, по поводу катрис тональная основа, вот когда я очищаю кожу, маску передварительно делаю, хорошо наносится. Мне лучше нравится. Когда, если кожу давно не делала уход, не очищала, то, ну, прям поры выделяет, забивает поры. Мне это не нравится. Дальше маскировала, маскировала, мотировала всё герленом, метеоритами, потому что я пудрой не пользуюсь. У меня метеоритки, я ими пользуюсь всегда. Использовала хайлайтер. Мэри Лу. Мэри Лу. Очень нравится мне хайлайтер, вообще классный. Он такой интересный, нежный. Корректировала скулы. Инглот. У меня уже там дырочка. Здесь у меня была матирующая пудра, такая белая. Она закончилась с этой румяшки. Это для скул. Чтобы делать коррекцию. Бровки. Бровки у меня мой любимый мак карандашик. И тушь для бровей от Maybelline использовала. Так, значит, тушь для ресниц у меня была герлен коричневая. Хочу её быстрее добить. Вообще, мне нравятся коричневые туши. Но герлен, она достаточно такая плотная тушь. Мне больше нравится у Lancome. Я уже об этом говорила. Значит, что ещё? Румяшек у меня сегодня не было. Не хочу. Помадка. Помадка у меня сегодня. Аматовая от NYX в 35-м оттенке. Ну, такая нюдовая, коричневая, красивая. И гвоздь программы. Это, конечно же, я использовала. На чём я хочу уделить внимание, побольше акцент. Это тени от Зоева, которые пришли мне в новые посылочки. И сегодня я ими работала, свои глазки прорабатывала. Но что хочу сказать? Что мои ожидания оправдались, оправдались в миллион раз. Я в восторге от этих теней, в восторге от их качества, от их ненанесения. Они очень мягкие, очень такие наслинистые. Но ещё самое главное, у меня под глаза ни одна, ни один цвет, ни одна тенюшка, ни один цвет не осыпался. Так, когда на кисть наносишь, чувствуешь, что они осыпаются. Ну, я всегда первоначально стряхиваю, а потом наношу. Практически использовала все тона сегодня. Ну, это два матовых, два матовых вот этих вот использовала. Потом вот этот вот уголок глаза использовала, очень красивый. Вот. Ну, и в складку, соответственно, и этот попробовала, и этот попробовала, и этот, и этот попробовала. И чуть-чуть вот этого захватила, прям во внешний уголок глаза вот этот вот. Ну, очень-очень мне понравилось. Это вообще для меня теперь must-have. Прямо любовь, любовь, любовь. И я уже даже подумываю, я не то, что подумываю, я присмотрела. Ещё одну там поветочку, которая с муки называется. Нравится она матовая, нравится у меня её тона. Ну, прям вообще, девчонки, рекомендую. Как нюдовая, базовая. Мне очень понравилось. Я не могу сказать, что здесь какие-то прям холодные или супертёплые тона. Они больше относятся к нейтральным. Я вообще холодный цветотип. Но мне очень-очень понравилось, как они... Камера, конечно, не передаст всю красоту, то, что наносится. Вообще, камера много чего искажает. Даже я, когда смотрю на себя в камеру, вижу, что я точнее выгляжу. Поэтому прям надо строго, значит, похудеть. Килограмм на 10, чтобы показывать реальность. Не знаю, как это. И я хочу ещё тоже рассказать про кисти. Кисти, которые я использовала сегодня от Зоева. Вот этот 142 использовала бочоночек. Такой для маскирования под глазками, для консилера. Вообще супер. Супер. Вот такой вот 105-ю использовала и эти... Метеориты наносила, и хайлайтер наносила. Ну, просто здорово-здорово. Удобненько. И по поводу глазок. Сегодня использовала две вот такие. Вот работала только двумя вот этими кистями. Это 227-я и 231-я. Очень мягкие, не колет. По ощущениям, лучше, чем даже мак. Вот серьёзно. И очень мягкие, не колет. И вот это хорошо наносит. Передача цвета отличная. Вот это у меня вообще кисть очень-очень... Я в неё влюбилась. Честно. У меня есть бочоночек, который от мак. Маленький бочоночек. Он такой немножко покалывающий. Но честно, она у меня с мытьём... У меня уже кисти от мак давно. Будут четыре точно. И он как бы это... Ну, нормально, да? То есть, с мытьём становится. Но вот это вот то, что побольше в виде бочонка. И оно как в складку наносит, вы не представляете. Просто вот прям вот в складку. Она туда помещается, куда надо. Вообще классно присмотритесь к этой кисти. Мне очень понравилось. И ты как будто ты... Если ты не профессиональный визажист... Я не профессиональный визажист. Я в школу не заканчивала. Я не обучалась. Да? Это у меня всё любительски. Просто я по образованию стилист. Соответственно, я понимаю... Я колорист. И я знаю, что такое цвета. Если ты знаешь сочетание цветов... Но эти кисти, они просто и тени в совокупности. Это просто the best, можно так сказать. Я понимаю, что сейчас на рынке кучи всего много. И есть куча других каких-то там палеток. Но я считаю, что цена... Это цена соотношения к качеству. Очень хорошие кисти для любителя. Для домашнего использования. Очень-очень даже классно. Ну всё, я собралась. Сейчас я побегу в Ревгош. Потом в другой магазинчик. Не знаю, получится ли снимать. Нет. Но всё, что я приобрету, обязательно вам покажу. И ещё даже хотела запрещать в фикс-прайс. Так что до встречи. Девчонки, я побывала сейчас в фикс-прайсе. Хочу показать, что купила. Покупочки были небольшие. Но всё равно. Повторные, можно так сказать. Купила кухончики. Три штучки вот эти. Очень сильно их полюбила. Обычно раньше пользовалась обычными губками. Но теперь стала ими пользоваться. Рекомендую. Кого интересует, попробуйте. Вот эта вторая часть. Ну, обратная. Даже интересная. Можно как бы и сковородки хорошо там подтереть, да, там, и помыть. Ну, очень-очень хороший состав. Вот именно как кухончиков. Вот. Купила, значит, такие вот бом-хом пакеты. 15 штук, 35 литров с завязочками. Очень люблю их. Удобно завязал, выкинул. Себе взяла. Всегда ношу себя в этом, в этой сумке. Катэ. Вот. В этот раз взяла, знаете, раньше была зелёная, сейчас взяла для влажной салфетки для детей. Знаете, почему? Потому что здесь 0% без содержания спирта. Взяла вот эти вот попробовать, чтобы меньше сушила руки. Ну, вообще. Взяла вот такой вот освежитель воздуха. Я уже беру не первый раз, аир-пуре. В этот раз взяла цветочный вуале. До этого брала что-то там, шоколадный кофейный какой-то. Потом кашемир вот у меня сейчас стоит. Вот это вот взяла. Вот хотела шоколад опять взять, но его не было. Взяла вот такой вот цветочный. Ну, вроде неплохой. Стоит 100 рублей. Вы знаете, как бы, ну, замены дорогие. У меня специально в туалете стоит приспособление. Я в него вставляю без крышки. И он каждые полчаса у меня пшикает. Интересно. Там всегда беру АОС. По 100 рублей тоже в этот раз взяла с лимоном. Мне нравится, что здесь есть дозатор. То есть не надо мучиться. Там постоянно наклонять банку, чтобы, да, налить. Вот как бы, ну, взяла большую бадью. Она долго хватает. Ну, вот рука тянется мне к АОСу. Беру АОСу, всегда покупаю. Также взяла, вот смотрите, вот такие вот тоже от марки Бонхо. Полотенце универсальное, вискозное. 99 рублей. Для чего? Сначала как бы взяла первый раз, когда. И вроде как бы и не нужно. Лежали, лежали. А потом, вы знаете, приспособилась. Там специально есть отрывающиеся, как бы, места. Отрываешь. По две, по три таких вот полотенечко складываю. И на кухне всё протираю, там, когда надо полотенце. Потому что, ну, и как бы уже запачкались, быстро выкидываю. На кухне полотенце у меня быстро-быстро начинает почему-то пахнуть. И долго у меня не хранится. Поэтому я очень часто меняю полотенце на кухне. Поэтому решила, что вот этими буду пользоваться. И так же у меня всегда на кухне стоит вот такая вот большая бадья. Бумажное полотенце. В этот раз взяла другой марки. У меня до этого было другой. Двухслойная. Ну, вот такое вот название. Макси рулон. 77 рублей, кажется, стоил. Вот показывает, что как бы экстра впитываемость. Супер прочность. Попробуем. Другой марки взяла. Другой, чтобы попробовать. И по вкусняшкам хочу пройтись. Первое, что взяла, это вот такое вот арахисовое смесь с фруктами. Ореховая долина. Ну, вот такая вот. Не знаю, не открывала, не пробовала ни разу. Первое взяла. Попробуем, посмотрим, что там, как там. Вот. Взяла, она пробовала такие вот печенюшки. Печенье сдобные. Тоже не это, вкусико называется. Не пробовала. С чаем так попить сыну. Вот такие вот еще печенюшки. Вот здесь вот я не удержалась, открыла. Песочные, сдобные, вернее, печенья. Бисквитное печенье плюс карамель. Очень вкусно. Вот такая вот марка. Знаете, ну, не плохие. Пока шла во улице, с дороги решила попробовать. Такие вот печенюшки вкусные. 50 рублей упаковка. 50-50 рублей упаковки. Или 55 даже. Вот поэтому. Ну, как бы вот так вот. По 100 рублей у меня 100. Это 77. Это тоже, кажется, 55 или 77. Не помню. Это 100 рублей. Этот у меня там 55. Ну, и этот тоже 55. Вот такой вот у меня был заход фикс-прайс. Небольшой покупочки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!